Из беседы святителя Иоанна Затаустова Пришел к своим, и свои его не приняли Евангелие от Иоанна 1 глава 11 стих Бог, человеколюбец и благодетель, все творит и все устраивает так возлюбленной, чтобы мы блистали добродетелью И желая, чтобы мы были благочестивы, Он без всякого насилия и принуждения и только убеждением и благотворением всех желающих того призывает и привлекает к себе Потому, когда пришел Он, одни приняли Его, а другие не приняли Он никого не хочет иметь своим рабом против воли или по принуждению А хочет, чтобы все свободно и добровольно служили Ему и познавали сладость служения Ему Люди, имея нужду в услужении работ, связывают их с законом рабства и против воли их А Бог, не имея нужды ни в чем, никаких подобных нашим потребностей, все творит только ради нашего спасения И в этом делает нас самим себе господами Потому и нежелающих Он не подвергает никакому насилию или принуждению Он имеет в виде только нашу пользу А против воли быть увлеченным на служение, все равно, что и совсем не служить Почему же, скажешь ты, Он наказывает нежелающих повиноваться Ему? Это потому, что, будучи премного благ, Он имеет великое попечение о нас даже и тогда, как мы не повинуемся Ему И не отступает и тогда, когда мы удаляемся и бегаем от Него И как мы уклонились от первоначального пути благотворения, то есть не восхотели идти путем убеждений и благополучия То Он повел нас другим путем, наказаний и мук Путем, конечно, весьма тяжким, но неизбежным Когда первый путь пренебрегается, тогда по необходимости надо бы найти другим И законодатели полагают многие жестокие наказания преступникам Однако же зато мы не осуждаем их, а напротив еще и более уважаем их за постановление и наказание их Так как, не имея ни в чем никакой надобности с нашей стороны Часто даже не зная, кто впоследствии будет пользоваться помощью их постановлений Заботятся о благоустройстве нашей жизни тем, что добродетельным людям воздают честь А людей порочных, нарушающих спокойствие, укращают наказаниями Пришел к своим, и свои не приняли его Достойно удивления, что ученик не стыдится унижения своего учителя Но смело описывает нанесенное ему оскорбление И это немаловажное доказательство его правдолюбивого духа Впрочем, если стыдиться, то надо бы настыдиться за тех, которые нанесли А не за того, кто претерпел оскорбление Он тем еще более прославился, что и после такого оскорбления Так промышляет о своих оскорбителях А они пред всеми оказались неблагодарными, презрительными Потому что отвергли, как врага и неприятеля Того, кто пришел к ним с такими благами Да и не тем только они повредили себе, но и тем, что не получили того, чего достигли, принявшие его А что получили последние? А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими 12 стих 1 глава Иоанна Но для чего же ты, блаженный, не сказываешь нам и о насказании тех, которые не приняли его? Но какое же другое, говорит евангелист, наказание могло быть более того Что они, имея возможность сделать сочадами Божиими, не делаются таковыми Но добровольно лишают сами себя такого благородства и чести Впрочем, наказание их не ограничивается тем, только что они не получат никакого блага Их постигнет еще огонь неугасимый Что впоследствии яснее открывает евангелист Теперь же он говорит о неизреченных благах, дарованных принявшим Господа Хотя бы то были рабы или свободные, елены или варвары или скифы Хотя бы не мудрые или мудрые, жены или мужи, дети или старцы Незнатные или знатные, богатые или бедные, начальники или простолюдины Все, говорит евангелист, удостоены одной почести Что может сравниться с таким человеколюбием? И народный Сын Божий не возглушался сопричислить к лику чад и мытарей, и волхвов, и рабов И самых неважных людей, многих еще с поврежденными членами тела и со множеством недостатков Такова сила веры в Него, таково величие благодати Аминь Аминь Слава Тебе, Божий Слава Тебе, Божий